В прошлый раз в рубрике В первые полезные советы мы с вами поговорили о том, что для того, чтобы грамотно прокачать руки натуральному атлету, нужно делать одновременно сгибания. Либо сделать заданное количество повторов для одной руки, потом только переходить к другой руке. Сегодня мы поговорим о таком немаловажном нюансе, но на который не обращает внимания практически никто. По крайней мере за все 25 лет моего тренинга только один раз слышал от одного грамотного инструктора об этой вещи. О чем я говорю конкретно? О том, как держать гантелю во время выполнения подъема. Все вы знаете, что бицепс работает не только на сгибания, но и пронацию. То есть, когда вы выворачиваете кисть наружу. Для того, чтобы усилить воздействие на бицепс во время подъемов, если мы делаем подъемы просто без супинации. Супинация вот так. Без супинации вот так. Но в любом случае, если вы хотите усилить воздействие на бицепс, получать большую отдачу от ваших тренировок, то вам нужно брать гантелю следующим образом. Не посередине, не к большому пальцу, а наоборот. Мизинец должен быть плотно прижат к внутренней стороне гантели. То есть, видите, да, где? Тем самым, мы когда будем делать подъемы, бицепс будет удерживать, сопротивляться. Тем самым будет увеличиваться нагрузка на бицепс. Обращайте внимание на все нюансы. Для натурального тренинга это очень и очень важно. Но и для здоровья не помешает всегда следить за правильной техникой движения. Кушать хочешь? Субтитры сделал DimaTorzok